Всем привет! Меня зовут Плесков Павел, и я Kaggle Grandmaster. Сегодня я поделюсь несколькими секретами, как я стал грандмастером. Но чтобы сразу сформировать ваши ожидания от лекции, это не инструкция от А до Я, как стать грандмастером. И когда вы выйдете после этой лекции, вы, скорее всего, не станете грандмастером, и даже через год тоже не станете. И более того, после моей лекции, скорее всего, у многих вас охота стать грандмастером уйдет просто. Но это про ожидания. Тем не менее, те секреты, которыми я сегодня с вами поделюсь, они могут быть применимы в жизни далеко вне Kaggle. Немножко расскажу о себе, потому что это будет важно для того пути, который я проделал, чтобы стать грандмастером. Я закончил 57-ю математическую школу МИХМАТ МГУ ИРЭШ. На МИХМАТе у нас было очень мало анализа данных и data science, в основном теория вероятности и статистика. Причем статистику, на самом деле, я выучил, когда преподавал ее на МИЭФе первокурсникам. Я узнал все про байесы и про гистограммы. В РЭШке мы в основном занимались эконометрикой. Она меня очень сильно пугала, потому что там мы боролись с гетероскедастичностью и пытались понять значение коэффициентов регрессии. То, чего я в data science потом не увидел нигде. После РЭШки я, как и многие студенты, решал задачу максимизации своего дохода и выбирал, куда пойти между консалтингом и investment banking. И выбрал консалтинг, потому что там не всегда нужно работать по выходным. В консалтинге я в основном занимался чисткой данных. Это то, чем занимаются 90% времени все дейта-сайентисты. Когда вам присылают кучу Excel, надо из них собрать какую-то большую таблицу. Мы немножко совсем применяли какие-то продвинутые методы анализа данных, такие как регрессии, тоже в Excel. И самый страшный случай, который со мной произошел, когда мой менеджер проверял результаты моей логистической регрессии, которую я сделал в Excel, он ее проверял в R и нашел ошибку. С тех пор я R не очень люблю. Такой опыт у меня был в консалтинге. И потом я попал в интересный мир высокочастотного трейдинга в России. Мне пришлось научиться программировать, точнее вспомнить, как программировать на C++, потому что это было на мехмате. И там я очень много узнал о работе ресерчера, в принципе. То есть в трейдинге очень многие люди говорят о граале, о какой-то большой идее, которая позволит вам заработать много денег. На самом деле такой идеи нет. А все, что есть, это маленькие шаги в верном направлении. Вам нужно сделать 100 шагов, чтобы построить хороший торговый алгоритм или модель предиктивную. При этом на этом пути вы сделаете 100 тысяч неправильных шагов, и в этом вся работа ресерчера. То есть проверять гипотезы, и большая часть ваших гипотез окажется неверной. Также, занимаясь трейдингом, я получил представление о таких вещах, как отложенная выборка, оверфитинг и так далее. Вот такие базовые интуитивные понятия, которые мне потом помогли на кегле. И вот с таким багажом знаний и опыта я подошел к началу прошлого года, когда я ушел из своей компании, забрал свою долю, и у меня было время, чтобы заниматься теми вещами, которые я хочу. И так как я уже давно думал о том, что data science — очень интересная индустрия, очень интересное направление, там много данных, я хотел этим заняться. И первое, что я сделал, конечно же, пошел на Яндекс.Тренировки. Сидел, как вы сейчас. Некоторые, возможно, пришли сюда первый раз. Я также приходил прошлым летом сюда, слушал людей, которые выступают. Примерно половину слов я не понимал, которые они говорят, такие как кроссвалидация и другие слова. Я их честно записывал, приходил домой, гуглил, и так-так получал свое образование. Естественно, я смотрел очень много онлайн-курсов. И так как у меня было много свободного времени, я занимался спортом, и в один прекрасный, не очень прекрасный день я серьезно сломал ногу. Это сильно ограничило количество вещей, которыми я мог заниматься. Я остался дома наедине с своим лаптопом, у меня надо было чем-то заниматься. Я начал решать задачки на Project Tailor. Для тех, кто не знает, это такая платформа с математическими слэш-программистскими задачками. Их около 600 штук. Она немного похожа на Kaggle. Там есть рейтинг, там нет никаких призовых. Но это то, чем я занимался каждый день. Я просыпался с мыслью, чем я сегодня хочу заниматься. И ответ на этот вопрос был всегда решать задачки с Project Tailor. На самом деле на этой платформе я уже сидел давно. Я прокачал знания C Sharp, C++ и Python. Когда в некоторый момент задачки закончились, ну не совсем, задачки, которые я могу решить, закончились, я наконец-то решился пойти на платформу Kaggle. И в тот момент я на самом деле совершил ошибку, которую совершают многие, когда они оттягивают тот момент, когда начинают заниматься Kaggle. Потому что я думал, когда я прослушиваю все онлайн-курсы и получу все знания, тогда я буду достоин участвовать в Kaggle. На самом деле, ну такой первый маленький совет. Не совершайте эту ошибку, начинайте участвовать в соревнованиях прямо сегодня. Придите домой, зарегистрируйте аккаунт. Если у нас есть, просто сделайте сабмит. И вы поймете, что практический опыт на Kaggle получается осваиваться намного быстрее, в десятки раз быстрее, чем с любыми домашками онлайн-курсов. Естественно, первое соревнование было про картинки. Мне пришлось купить видеокарту на Авито. Тем летом, все прекрасно помнят, был большой хайп и бум вокруг криптовалют. И все думали, майнить, не майнить, карточки растут в цене, вырастет ли эфир. Я тоже мучился всеми этими вопросами, но решил, что для Kaggle я карточку куплю точно. И так я получил бронзу на своем первом соревновании, занял 98-е место. Все, что я сделал, это запустил публичный kernel, чуть-чуть сделал более жесткие аугментации и получил результат. Я понял, что… в тот момент я понял, что если такими простыми усилиями можно получить медальку на Kaggle, что же можно сделать, если действительно приложить усилия. И все это после 10 месяцев непрерывной работы вылилось… Вот тот результат, который есть на слайде, 16-е место в общем рейтинге. Грандмастером я стал за 7 месяцев. И я могу сказать, что это очень сложный путь и требует очень много ресурсов. Теперь перейдем к секретам. Многие люди спрашивали меня, зачем ты оставил свой бизнес, ты зарабатывал хорошие деньги и пошел участвовать в соревнованиях на Kaggle. И ответ на самом деле у меня очень простой. Я хотел заниматься исключительно тем, что мне нравится. То есть, когда я решил задачку на Project Taylor, я не задумывался о тем, какие деньги это принесет или еще что-то. Я каждый раз вставал и задал себе вопрос, хочу я этим заниматься? И ответ был да. И то же самое было с Kaggle. И на самом деле это очень большой секрет, который многие знают, но почему-то не применяют. Нужно заниматься тем, что нравится. Все мы были студентами, и когда мы искали работу, мы пытались максимизировать свой доход. Шли на работу, которая не очень нравится, мало зарабатывали. Потом росли наши зарплаты, люди начинают много зарабатывать, им по-прежнему работа не нравится. И вот эту стадию обычно люди очень… с нее уходят очень редко. Люди, когда начинают заниматься действительно, чем нравятся. Я такой шаг сделал и ничуть об этом не жалею. И вам советую. Этих двух людей, наверное, не нужно представлять, но я все-таки это сделаю. Это доктор Владимир Гольников и Артур Кузин. Самые два знаменитых человека в комьюнити ОДС. Для меня они ассоциируются с академическими бизнес-миром, но это довольно условная ассоциация исключительно в моей голове, потому что оба они работают датс-сиентистами в индустрии сейчас. Вова больше меня ассоциируется с академией, потому что у нее есть PHD. Но тем не менее индекс цитируемости Хиршева у Артура, по-моему, больше. Вот. Так о чем разница между академией и бизнесом? В академии люди, когда пишут статьи, их статьи принимают только если их метод инновационный. Задача академика — придумать что-то новое. Если он просто скажет, мы взяли датасет, увеличили его в два раза и улучшили модель, никто такую статью не примет. Вот. И это то, как многие люди, многие студенты подходят на кегли к соревнованиям. Они начинают пилить какой-нибудь очень хитрый лосс или очень хитрую архитектуру, занимаются этим целый месяц, подходит конец соревнования, а идея не сработала. Вот. Соревнования не выиграны, очки не заработаны, медалек нет. Я же использовал бизнес-подход во всех своих соревнованиях. О чем я говорю? В бизнес-подходе есть проект, и у него есть некоторая вероятность успеха. И все, что может человек сделать, когда делает этот проект, это найти ресурсы, чтобы увеличить эту вероятность. Что я понимаю под ресурсами в соревновании про Kaggle? Как я уже говорил, например, найти датасет новый. Было соревнование по картинкам, где организаторы на Kaggle забыли включить пункт о том, что надо делиться внешними данными. И все команды более-менее одновременно поняли, что в этом соревновании победит тот, у кого будет больше данных. Поэтому в нашей команде был специальный человек из Яндекса, который занимался исключительно тем, что собирал данные. Вот. На другом соревновании после объединения команд оказалось, что бленд решений очень усиливает итоговый результат, поэтому этим ресурсом оказался набор новых людей в команду. И так мы получили золото. Или когда у вас нет доступа к какой-то очень мощной машине с кучей GPU и CPU ядер, и вы находите такого человека и берете его в команду. При этом многие люди отказываются его брать, потому что говорят, ну ты еще не показал классный результат на лидер-борде, мы тебя не возьмем. Вот это те ресурсы, о которых я говорю, которые я использовал на Kaggle, чтобы получать золотые медали. Если продолжить тему бизнеса, то нельзя не упомянуть этого человека. Это Джереми Ховард, основатель Fast.ai. Сам ли это абсолютно уникальный и удивительный человек? Я немножко перегрузил слайд, но не хочу не забыть ни один факт о нем. Джереми основал три успешных стартапа. В возрасте 19 лет он работал в McKinsey и зарабатывал 200 тысяч долларов в год. Его называли Wonder Kingdom. Для сравнения, программисты в долине сейчас получают такие же деньги в год. Он стал самым молодым engagement manager в AT-карне и возглавил направление Big Data. Кроме этого, он выучил китайский язык за год. Как он причастен к Kaggle? Он с момента основания был в течение двух лет номером один и также был президентом Kaggle. Это было 8 лет назад. И сейчас он занимается тем, что разрабатывает библиотеку Fast.ai для глубокого обучения. И я очень рекомендую всем пользоваться этой библиотекой, потому что это то, что я делал. У нее есть много минусов, о которых все говорят. Это плохо написанный код, недостаточная документация, это какая-то библиотека внутри себя, там сложно разобраться. Тем не менее, она является очень гибкой. И уникальность Джереми в том, что он показывает state-of-the-art результаты с помощью своей библиотеки. Он никогда не останавливается, пока не покажет такие результаты. Поэтому обязательно пользуйтесь этим, и это является моим третьим секретом. Для меня было легко погрузиться в эту библиотеку, потому что она сопровождается серией видео двухчасовых, которые очень скучные. Но так как я сломал ногу, у меня нечего было делать, я их посмотрел все. Есть и другие способы, на самом деле, освоить эту библиотеку. Просто на практике пытаться ее применить. На самом деле на форуме Fast.ai уже много чего написано, и это не так сложно. Еще маленький совет для тех, кто все еще не выучил английский. Пожалуйста, сделайте это. Например, в Fast.ai сейчас группа заинтересованных людей из исключительно альтруистических соображений делает субтитры к его лекциям. Но если бы этой группы людей не было, то для тех людей, которые не знают английский, у них не было бы доступа к самым последним результатам, с самым лучшим результатом. Когда этот доступ появится, там пройдет год-два, все уже поменяется в индустрии. Поэтому если Джереми смог выучить китайский за один год, вы английский тоже, наверное, сможете выучить. Это такой маленький совет. Конечно же, ни одна презентация по Data Science не может обойтись без этого человека. Это Стас Семенов. Он, как и Джереми, является большим моим кумиром. Он тоже пришел из трейдинга, и он специализируется на даталиках, потому что это то, чем кванты обычно занимаются в трейдинге. У вас есть поток биржевой информации, вам нужно найти какие-то интересные сингулярные точки, чтобы придумывать стратегии. Также я могу порекомендовать курс на Курсере «Как выигрывать Kaggle Competition». Замечательные гранд-мастера, которые перечислены на слайде и сделали этот курс, они сказали, что это было очень тяжело, они не ожидали. И я рекомендую всем послушать. Небольшая байка про Александра Гущина, который здесь написан. Он стал Kaggle-гранд-мастером за пять месяцев, когда заперся в своей общаге. Как мне сказали сотрудники Яндекса. Это та цена, которую приходится платить за получение этого титула. И последний совет — это, конечно, командная работа, нетворкинг и сообщество ODS-AI. Если кто-то еще по каким-то причинам там не зарегистрирован, обязательно сделайте это. Это просто канал в Slack, где сидит 12 тысяч русскоговорящих дейта-соентистов. И в этом канале вы можете найти ответы на все свои вопросы. Какое железо использовать, какой софт ставить, про все соревнования и так далее, и так далее. На слайде представлены все люди, с которыми я участвовал в соревновании, на Kaggle, которые помогали мне завоевывать золотые медали. И без них этого бы ничего не произошло. А без канала ODS-AI я бы не смог с ними познакомиться. Поэтому не игнорируйте такую замечательную возможность, как ODS-AI. Ну окей. Допустим, вы стали грандмастером. Допустим, у вас было три успешных стартапа и очень много времени. Вы 10 месяцев сидели, стали грандмастером. Или вы студент, запирались в общаге, стали грандмастером. Что же дальше? Что вас ждет? Стоит ли игра свеч? После того, как я стал грандмастером, мне начали приходить разные офферы о работе. У них был довольно большой ренч от Data Scientist до Head of Data Science. В итоге я выбрал консалтинг как направление для работы. Я стал Chief Data Scientist в консалтингной компании DataNerds.ai. Но это не единственная возможность, которая вас ожидает, когда вы станете грандмастером, станете более публичным человеком. Можно пойти в стартап, можно пойти просто на позицию, можно начать считать курсы, как делают многие грандмастера. Но еще одна возможность, о которой мало кто говорит, это азиатские соревновательные платформы. После того, как два года назад Kaggle был приобретен Google, платформа немножко поменялась. Призовые стали поменьше, как это обычно бывает. Раньше трава была зеленее. Но сейчас появилось очень много азиатских платформ, где низкая конкуренция и высокие призовые. И на самом деле в ближайшее время они станут очень популярными. И сейчас очень неплохое время, чтобы заняться их изучением. Благо Google Translate работает хорошо. Собственно, это все. Я вам рассказал, какой путь я проделал, чтобы стать грандмастером. Хотите ли вы этого или нет? Это вопрос к вам. Спасибо. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Вопросы? Добрый день. Спасибо за доклад. Отличный доклад. Я хотел спросить. Вот, допустим, будет не 8 часов в день, а всего 2. Как бы вы их потратили? На Kaggle. Ну, понятно, что на Kaggle. Я имею в виду, на что бы больше приоритет? На проверку, например, новых идей или проверку уже существующих идей? Ну, я бы скорее поработал в команде и попросил ребят проверять идеи. Добрый день. Спасибо за доклад. Меня зовут Олег. Такой вопрос. Вы сказали, что надо идти сразу на Kaggle и пытаться участвовать в соревнованиях. Но тут я пытался так сделать, но в какой-то момент просто я останавливался. Мои сабмиты переставали расти, и я понимал, что мне не хватает каких-то фундаментальных знаний, чтобы идти дальше. То есть как найти вот эту середину золотую, чтобы понять, когда надо остановиться, начать дальше подтягивать свою теорию, или идти дальше, пытаться что-то придумывать? Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. На самом деле, тут какая-то золотая середина должна быть. Во-первых, Kaggle уникальная платформа в том плане, что там очень много публичных кернелов, из них очень много информации, можно узнать, и в том числе и с дискуссией. И просто проштудировать все это, на самом деле, занимает больше времени, чем кажется. То есть первый совет будет просто просмотреть все ветки на форуме касательно этого соревнования, и, возможно, соревнования, которые были до этого, и все вещи, которые непонятные, уже можно начать теоретические поиски, закрывать вот эти дыры по теории с помощью форума или онлайн-курсов. У Джереми был очень классный совет в том плане, что каждый день надо делать сабминт так, чтобы он улучшал чуть-чуть ваш результат. Понятно, что это делать сложно, но каждый день надо думать над тем, как сегодня я сделаю этот сабминт, чтобы результат хотя бы чуть-чуть, хотя бы на одну тысячную улучшился. И для этого на самом деле используются вполне стандартные трюки, использовать фолды, использовать стейкинг, смешать несколько решений и так далее. Когда ты изучаешь эти трюки, ты как раз максимально прокачиваешь практику. Ну и сам процесс изучения, он уже как раз связан с теорией. Кстати, у этого совета Джереми есть один большой недостаток, что когда вы в конце объединяетесь в команду, если у вас, например, два человека объединяются в команду, у них на двоих очень много сабмитов, то Kaggle не позволяет им объединиться в команду. Поэтому здесь такой трейд-офф небольшой есть. Я ответил? Спасибо. Еще один такой вопрос. Вы сказали, что вы подходили к решению этих задач с точки зрения бизнеса. Опять-таки, мой такой опыт, не знаю, печальный он или не очень, то, что зачастую бизнес-подход не работает. Как пример, было недавно соревнование от одного банка, где я пытался применять именно бизнес-методику для решения этой задачи, поскольку этот бизнес я знал хорошо, но проиграл, поскольку там, допустим, как-то зашли параметры, такой признак, как идентификатор клиента. То есть насколько это применима бизнес-методика для решений. Да, я знаю это соревнование, это Росбанк был. Ну, во-первых, он не на кегле был. Он не на кегле был. Но это, да. На самом деле, когда я имел в виду бизнес-подход, я немножко другой имел в виду. Я имел в виду не знание индустрии и применение своих навыков для генерации фич, а именно сам подход к проблеме. У нас есть задача быть в топе лидер-барда, и то, как мы решаем эту задачу, какими методами, то есть либо пытаться сделать что-то инновационное, либо применить стандартные, может быть, даже скучные методы, но попробовать разные способы. Я скорее говорил про это. Я хотел спросить. Обычные решения на кегле, они очень-очень сложные. Там много слоев, стейкинг, все такое, много моделей. И перейдя вот с кегла жизни в консалтинг, насколько сложные решения вы поставляете своим заказчикам, и что потом об этом думают люди, которые их поддерживают. Да, это еще один очень хороший вопрос. Спасибо. Да, на кегле хоть эта платформа изначально была создана, чтобы бизнес приходил и решал свои задачи, там есть некоторые упрощения, потому что бизнес уже приходит с готовым датасетом, с готовой метрикой, то, чего в реальной жизни нет. И когда ты делаешь консалтинг для клиентов, ты делаешь один шаг назад, то есть ты сначала собираешь данные, чистишь их, потом пытаешься придумать метрику оптимизационную, которая решала вашу бизнес-задачу. На самом деле это всего один шаг, и до кегла не так много отделяет от этого шага. Что касается сложности решений, опять-таки на кегле есть очень большая проблема, когда люди борются, когда люди заняли первые три места и получают денежный приз, у них обычно происходит звонок с заказчиком решения. Там сидит топ-менеджмент, который придумал решать эту задачу на кегле, сидит какой-нибудь один очень бедный дата-сайентист, которому это решение надо имплементировать, и топовая команда начинает рассказывать свои решения, где 100 моделей, стекинг и все на свете. Обычно все заканчивается тем, что эту команду нанимает заказчик, чтобы она имплементировала, либо просто берут какие-то идеи. На самом деле в документации у кегла есть отдельный пункт построить модель, которая бы давала 95% перформанса, но была простая. Это, конечно, то, что хочет весь бизнес. И да, в бизнесе, в реальной жизни строятся, как правило, более простые решения, но тем не менее некоторые трюки и соревнования все равно можно использовать довольно эффективно.